Найти качественный лед в конце мая. Именно такая проблема встала перед новым тренерским штабом национальной сборной России по шорт-треку. Большинство крупнейших катков страны в эти сроки закрывается на плановую разморозку. Саранский ледовый дворец живет по иному графику, что и предопределило выбор в пользу столицы региона 13, как базы для проведения первого учебно-тренировочного сбора в новом сезоне. В организационном все хорошо. Гостиница, питание, каток, все условия созданы хорошо. Нам нравится пока. Я считаю, что нужно подготовить спортсмена настолько, насколько это возможно. То есть не убить спортсмена, а дать возможность этому спортсмену хорошо выступить. И не одному, а большинству. Олимпийский чемпион и серебряный призер игр в Сочи Владимир Григорьев возглавил сборную страны всего месяц назад. Еще совсем недавно 36-летний специалист вместе с большинством из нынешних лидеров команды тренировался бок о бок. А теперь бывшие партнеры называют его не иначе, как Владимир Викторович. Естественно, когда спортсмен переходит на должность тренера, ты обязан соблюдать субординацию. То есть это обычно естественное правило между нами. Но я думаю, что все будет классно. И новый человек с новыми мыслями, с каким-то новым энтузиазмом, возможно. Так что мы готовы, мы готовы работать и отдаваться по полной. И делать все, что от нас зависит. Да, это мой первый опыт тренерский со сборной. Так-то до этого тренировал других ребят. Ну, не профессионально, как сейчас сборную, да, но был какой-то опыт. Тренировочные сборы главной команды страны разбиты на микроциклы. После четырех рабочих дней, включающих в себя по две тренировки, спортсменам дается день отдыха. Занятия на льду и вне его чередуются. Причем сами также делятся на скоростно-силовые и технические, когда спортсмены отрабатывают каждое свое движение буквально в замедленном действии. У нас сейчас идет летняя подготовка. Летняя подготовка, она самая тяжелая у нас в шорт-треке. Ты должен заложить базу, заложить силы, которыми ты потом можешь воспользоваться в сезоне. То есть сейчас главное заложить базу, накопить монеточки в твою копилку, которыми ты сможешь потом расплачиваться на дистанции. В этом году впервые к сборам основной команды страны привлечена спортсменка из Мордовии. Уроженка Саранска Светлана Тюленева приступит к работе сразу после того, как решит вопросы с выпускными экзаменами в школе. Не присоединились еще к партнерам по сборной из-за проблем со здоровьем и самые титулованные российские траковики Семен Елистратов и София Просвирнова. Как только они поправятся, то сразу приедут в Саранск, где национальная сборная пробудет до 16 июня.